всем привет сегодня я расскажу как скачивать распаковывать и проверять мои сборки вот на рабочем столе можете создать папочку в зависимости от того что вы там качаете можете назвать или ценам он или xface зависит от вас итак вы скачали значит содержимое моей сборки себе в папочку и вот у вас будет это дело выглядеть примерно вот так все это я рассказываю для пользователей windows значит чтобы вот просто все спокойненько могли себе на все это дело скачать проверить и настроить значит самое первое дело вот если посмотреть в виде списка вот имеется здесь 4 файлика раз два три 4 но чтобы их распаковать нужно установить распаковщик упаковщик сэвэнзет вот сначала им мы и займемся вот по нему два раза кликаем он работает практически на любой винде 7 8 десятка вот теперь значит пока свернем окошечко он установился но нигде не оставил ничего идем сюда вот здесь мы видим уже распаковщик сэвэнзет или значит можно еще посмотреть вот здесь вот он находится вот здесь также открываете его первое извлечь пишет что сначала нужно выбрать какой-то файлик абсолютно правильно открываем файлы диск сэвэнзет или диск сэвэнзет или идем пользователи идем на рабочий стол вот наш этот ценамончик и вот файлик первый первый на него встаем и нажимаем на кнопочку извлечь ну и пусть сюда же он и извлечет какая собственно говоря нам разница нажали на окей и пошло извлечение из архивов файлика изо папочку вот она здесь видна linux.minc.mon 17.2 64 бита русский значит ждем ну вот сборочка извлеклась теперь значит программу эту мы можем распаковщик закрыть и снова значит откроем папочку нашу где у нас тут был ценамончик наш что получим вот эта папочка куда распаковался файл изо вот она вот здесь у нас имеется в комплекте значит программка для проверки изо образов раз и сам имеется значит также файлик md5 он один килобайт всего лишь весит вот смотрите что я делаю я открываю значит этот файлик если первый раз у вас открываться не будет то можете вот так вот нажать открыть с помощью и вот выберите ноутпад дальше запускаю эту программку здесь значит я ищу файлик изо у нас он в ценамончике вот здесь он он открываем его пока он там считает мы можем взять вот контрольную эту сумму скопировать и вставить ее вот сюда здесь сейчас идет подсчет контрольной суммы теперь мы проверим совпадают они или нет нажимаем на кнопочку верифай получаем матчет совпадение то есть две контрольные суммы одинаковые значит образ был скачен нормально теперь значит практически можно приступать к проверке образа на виртуальной коробочке запустили виртуальную коробочку создать создать новую здесь пишите синамон например здесь указываете линукс можете убунту можете пойти другие 64 битки вот здесь я выставляю на последних ступеньках зеленого цвета ближе тут значит создать следующий следующий создать теперь пошли в тонкие настройки ну первое значит ускорение включено дисплей вот здесь надо выставлять всегда память по максимуму видеопамять я частенько еще делаю возможным 3d ускорение и самое главное сторич указать файлик вот мы его сейчас поищем он у нас значит должен быть на рабочем столе папочки с синамоном открываем его и нажимаем на окей запускаем менюшка виртуальной коробочке у x-face там будет абракадабра потому что на русском языке у меня английский он менюшки на русском не принимает поэтому там на первое пункт меню просто нажимаете enter а дальше все пойдет нормально это уже у x-face они сделали system bug на русском языке но вот англоязычные не очень-то это все это дело принимают вот я показываю вживую как все это там мелькает и так далее смотрим вот здесь появляется через там 10 там 8 секунд 7 и так далее просто ждете экранчик черный будет какое-то время а потом значит услышите приветствие на русском языке кайра док к сожалению на виртуальной коробочке вот он толком и не видим вот внизу идет сплошная черная полоса но при записи на флешку и при установке флешки там на жесткий диск или при работе с флешки оно все видно все работает и все нормально это вот уже особенность такая в виртуальной коробочке значит практически здесь все настроено все работает просто вы проверили если оно грузится то значит практически вы проверили правильную контрольную сумму и сам изообраз у вас нормальный и если допустим у вас флешка не будет стартовать то это будет обозначать только одно если вы запишите на флешку что или сама флешка плохая или программа для записи на флешку находится значит скажем так в нерабочем состоянии то есть просто плохая программа а дальше вставляете флешку достаточно 4 гигабайтной флешки за глаза и за уши нажимаете вот на программку юми то есть я показываю на тех программах на которых лично у меня все работает вот нажимаете на юми установки она не требует соглашаетесь показать все драйвера у меня на е вот он показывает ее если у вас в тень малейшее сомнение нажали на формат ее пошли сюда выбрали минт показывает все виза опять пошли на рабочий стол цинамончик вот сюда вот он он сидит все и нажимаете на кнопочку create создать соглашаетесь пошла запись итак программа записи на флешку заканчивает свою работу сейчас она тут почистит там у себя все самое необходимое и выдаст сообщение что вот all finished процесс is complete все закончено процесс завершен нажимаете на кнопочку next следующая и нажимаете на кнопочку нет что больше вы на нее ничего записывать не хотите теперь у меня в кладовочке есть хорошенькая программа тоже можете ее скачать называется она довольно таки неудобным именем rm prep usb значит она позволяет проверять флешки вот она сразу мою флешку увидела флешка tdk media 37 гигабайта нажимаем на кнопочку протестировать ее она предлагает парочку своих выборов я с ними соглашаюсь и вот появляется загрузочный экранчик стрелочкой вниз идете на дистрибутиву линукс еще раз стрелочка вниз нажимаете на линукс минсона моносборочку вот смотрите вот первые две строчки появились все дальше можете практически уже не ждать можете значит идти стартовать с флешки и с нее значит работать как с полноценной операционной системе или устанавливать значит ее на жесткий диск компьютера роли не играет уроков у меня на эту тему масса значит что мы сделали первое мы значит сегодня научились пользоваться программой распаковщиком и распаковывать архивированные файлы при помощи архиватора 7z мы научились проверять образы при помощи программки для подсчета контрольной суммы мы научились пользоваться программкой для записи этого образа и научились пользоваться программкой РМ-ПРЕП. Если у вас что-то не получается, то причина может быть только несколько. Первое. Вы не знаете, как стартовать флешки. На эту тему в интернете масса видеороликов. Посмотрите в интернете, на YouTube, как стартовать, допустим, операционную систему или как стартовать загрузочные флешки. Первое. Второе. Ваша флешка просто-напросто негодна. Тогда и на этой программке РМ-ПРЕП тоже по идее не должна показываться. Забомните одно, что если контрольная сумма у нас совпала, если программа запускается и грузится на виртуальной коробочке, то образ, который вы скачали, правильный. И остальные, как говорится, огрехи вы должны уже, как говорится, возложить или на программу для записи флешек, или на саму флешку. Ну вот у меня программа для записи, я специально ее включаю в свою сборочку. Лично она у меня работает. Если у вас не будет работать, ну попробуйте РУФУСом еще. Но обычно ЮМИК работает на УРА, как говорится, и нормально. Вот таким образом. И все это относится к записи и проверке не только МИНТа, но и практически любых, как говорится, моих сборок, которые архивированы архиватором 7.0. Ну и последняя, финальная проверка. Я стартовал с флешки. Программ много, флешка грузилась около минуты. Значит, вот при старте у меня появилось сообщение кладовочки на 50 гигабайт бесплатного. Если вы там зарегистрированы, можете ввести свою запись. Если нет, то зарегистрироваться и получить ее. Значит, как видите, Кайродок здесь вот полностью работает, ЮДИН появляется. Это 4 рабочих стола. То есть, в одном рабочем столе вы там можете открыть одну программу, в другом рабочем столе открыть третью, между ними перескакивать и так далее. И плюс все самые необходимые программы, которые нужны пользователю, здесь установлены. Значит, в хроме просто зарегистрируйтесь и введете свои данные. Интернет здесь представлен хорошо. Значит, и Dropbox есть, и Megasync, два облачных хранилища. Skype, TeamViewer. То есть, самые такие вот ходовые программы, ради бога, значит, все здесь уже заранее предустановлено. Поэтому, значит, пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Целью, значит, данного урока было показать весь процесс распаковки моей сборки и, значит, установки ее на флешку. А поскольку у меня на флешку уже установлена программа для записи с экрана, то вот вы прямо с флешки видите мою сборку целиком, как она все работает. И если вы решите ее поставить, то вот нажимаете на System Bug, нажимаете на System, допустим, решили установить ее на жесткий диск куда-то там, выбираете там любой раздел жесткого диска, на котором вы там посчитаете необходимым все это дело сделать, выбираете там точку монтировки, выбираете, значит, там файловую систему, я обычно троечку выбираю, нажимаете, значит, вот, отмечаете вот эту зеленую стрелочку, копирует там данные пользователя, нажимаете на Next, и пошла, как говорится, установка. То есть вот в моей сборке, значит, ставится вот таким вот образом, через программу System Bug, потому что она работает корректно, и установка с нее занимает от 4 до 5 минут, полностью настроенная операционная система. Вот, сборочка, значит, хорошая, установить, если на жесткий диск, там тоже будет грузиться все это дело нормально, если будут какие-то там проблемы, значит, если слетит винда или другие операционные системы, пожалуйста, значит, вот есть менеджер загрузок, значит, у меня у всех моих сборок пароль User, по-английски это обозначает пользователь, пишется вот так, и имя пользователя, и пароль сделаны короткими User, потом их всегда сможете поменять. Вот. И, значит, при помощи, значит, вот менеджера загрузок, там выбираете или групп, или бург, бург покрасивший, если он у вас будет нормально работать, пользуйтесь бургом, если нет, не пойдет, перескочьте, снова сделайте, значит, групп. Он там определит вам все там необходимые операционные системы, и потом при помощи, значит, уже групп кастомайзера, снова заведем User, вот он у нас там это самое будет выдавать вам вот такие вот, допустим, сообщения. Что там, к чему там, как и куда. Вот. Просто вот все это дело, значит, вам я показываю. Значит, поэтому распаковать, проверить, записать, никаких проблем нет. И вот с флешки я вам показал, как оно все работает. А поэтому желаю вам, как говорится, удачи, всего доброго, до следующих встреч.